Обозначить, какие клинические критерии существуют для постановки клинического диагноза диспластического неоса. Добрый день! Рада всех слушателей приветствовать в этом прекрасном учреждении. Хотела бы вам представить доклад на тему клинических характеристики дифференциальной диагностики диспластического неоса. Первым слайдом хотела бы акцентировать внимание, что патоморфологическая классификация 2018 года, я думаю, что каждый патоморфолог использует ее в своей работе в нашей стране, и акцентировать внимание на то, что меланцитарные опухоли в коже, периодически подвергаемые воздействию Солнца, относятся как к поверхностно распространяющемуся меланом, так и к диспластическому неоса. Но также нельзя не заметить в этой же классификации участие и таких новообразований, как меланцитарный неоса, это пограничный, сложный неоса, наиболее часто встречаемый у каждого человека, не только пациентов, но и у здоровых людей. Здесь же присутствуют и неоса Мейерсоны, и галлоневусы, и комбинированный неоса. Это то, с чем, в принципе, каждый клиницист будет проводить дифференциальную диагностику при постановке диагноза диспластическому неоса, тем более, когда мы исключаем диагноз меланома. И меланома уже, опять же, Дина Александровна говорила об этом, меланома в 75% случаев возникает на неизмененной коже, но может развиваться и на фоне предсуществующего пигментного образования. И очень часто, от 20 до 25% случаев, меланома возникает на фоне предсуществующего диспластического неоса. Другое его название по автору это Невос Кларка, а либо лентигенозная меланцитарная дисплазия. Разные авторы в разные десятилетия использовали разные названия, но Невос Кларка сейчас очень часто используется. Я думаю, что каждый клиницист это название использует даже чаще, чем диспластический Невос. История развития этого названия и этого заболевания, история диспластического Невоса, начинается с 1978 года, когда известный клиницистом, который занимается диагностикой лечения меланомой кожи, это Уильям Кларк, с авторами опубликовали статью о двух пациентках, с юных, скажем так, пациентках, пациенток с наличием у них множества меланцитарных новообразований с различными типичными проявлениями клиническими и гистологическими. Такие меланцитарные Невосы рассматривались как предшественники меланомы у пациентов со множественными Невосами и наличием у них анамнеза семейной меланомы. Это подтверждало из их статьи о том, что у данной группы пациентов высокий риск развития в дальнейшем повторно меланомы. Термин Невос Кларка ввел несколько позднее Нолли, тоже патоморфолог, в 1986 году и в настоящее время он как раз и достаточно часто используется. Гольберт с авторами в 1982 году выделили степени развития меланцитарной дисплазии, диспластического Невоса и показали, что третья степень дисплазии приближается к картине меланомы ин-ситу. Опять же, только что Дина Александровна об этом говорила, и мы как клиницисты и патоморфологи будем постоянно в этом пересекаться. И пока мы не перешли к следующему слайду, хотела бы акцентировать внимание, что многие литературные данные, многие исследователи, многие исследования и многие клиницисты будут со мной согласны, что в первую очередь диспластический Невос — это не только диагноз патоморфологический, но еще и клинический, и об этом еще с вами поговорим. Но главная роль в постановке диагноза диспластического Невоса всегда будет отдаваться патоморфологу. Этиология развития диспластических Невосов связана с неблагоприятной экологической ситуацией. Последние годы мы все больше и больше видим этих пациентов. Также это все связано с омолаживанием, к сожалению, и мы можем диспластические Невосы видеть уже у детей в раннем возрасте. Генетическими факторами изменения экспрессии БРАФ, П-16, П-53. Если мы обратим внимание на этот слайд, практически большинство из этих этиологических факторов являются схожими с меланомой. Фототип кожи. Чаще всего диспластические Невосы развиваются при фототипе кожи 1-2. Чувствительность к инсоляции, особенно когда фотодерматозы развиваются у пациентов при первичных посещениях солнышка, выходом на пляжи, появляется высыпание на коже и проявляется в виде такой аллергической реакции на солнышко. Светлый тип кожи, светлый цвет глаз, волос, склонность к веснушкам. Также усиленное воздействие ультрафиолетового излучения, особенно у детей в раннем возрасте, что перекликается у нас и с генетическими факторами. Мы знаем, что ультрафиолет обладает прямым фотоповреждающим действием. И, к сожалению, мы опять же говорим о том, что появление диспластических Невосов все чаще и чаще встречается у детей, у лиц детского возраста. Эпидемиология. Диспластические Невосы могут иметь место по разным литературным источникам, от 2 до 18% населения. Почему такой большой разброс? Потому что литературные источники из разных регионов, если это Австралия, если это Англия, если это белое население той же Африки, Америки, штат Техас, Иллинойс и так далее, то в этом плане там как раз и наибольший процент возникновения диспластических Невосов. Чем севернее авторы литературных источников, тем меньше у них процент возникновения диспластических Невосов у населения. У пациентов с диспластическими Невосами риск развития меланомы в течение жизни повышается до 10%. Риск развития меланомы значительно возрастает до 50%. У лиц с семейным анамнезом и диспластического Невосного синдрома, и особенно у пациентов, у которых в анамнезе есть меланомы. Диспластические Невосы крайне редко развиваются у детей. Мы только что с вами говорили. Но, к сожалению, омолаживание таких групп происходит все быстрее и быстрее. Чаще всего диспластические Невосы определяются у лиц молодого, уже в более позднем подростковом периоде среднего возраста, и, как это ни парадоксально, на закрытых участках тела. Метод обследования пациентов. Одинаковые такие же, как и при меланоме. Это сбор анамнеза. Когда возникло? Как развивалось? Осмотр? Как это выглядит? Дерматоскопия или сиоскопия? И в случае сомнения, это тотальная ножевая эксцезионная биопсия. По поводу эксцезионной биопсии, вообще всех эксцезий, разные источники литературные, разные страны, несколько по-разному относятся к обязательности эксцезий. Мало того, относятся по-разному к вопросу реэксцезий в случае R1, когда в край резекции встречаются клетки диспластического Невоса. Но это не исключает, скажем так, необходимости эксцезионной биопсии, когда мы с вами подозреваем переход диспластического Невоса в меланому. Дифференциальная диагностика. С чем мы с вами будем дифференцировать Невос Кларка? Диспластический Невос с меланцитарными Невосами. Наиболее частый это все-таки пограничный, простой меланцитарный Невос, пограничный, сложный, смешанный, интердермальный. Меланома кожи. Это самая, так сказать, цель нашей с вами дифференциальной диагностики. Пигментированная базальная клеточная карцинома. Как это ни парадоксально, хотя это эпителиальная опухоль, но мы с вами часто клиническую картину тоже будем дифференцировать именно с базальной клеточной пигментированной карцинобой. Невос шпица. Клиническая картина. Она достаточно разнообразна. Зависит от возраста. Зависит от того, насколько фототип кожи позволяет нам определять эту картину в целом. Мало того, это зависит от расположения, как в местах уязвимых травматизаций. Диспластический Невос очень часто с элементами воспаления. И это затрудняет дифференциальную диагностику. Однако же наиболее такие частые проявления мы с вами можем определить. Они чаще всего бывают все-таки множественными. Бывают спорадические случаи, когда у пациентов ни у родственников, ни у него самого, ни разу не было ни в анамнезе, ни в течение жизни проявления данного образования. И мы с вами четко увидим как раз симптом гадкого утенка, когда среди однотипных пигментных пилонцитарных образований будет вот такой вот гадкий утенок. Диаметром чаще всего Невоскларка более 5 мм будет. Неправильные формы, с нечеткими границами. Форма пятна иногда в виде яичницы. Полихромия цветло-коричневого до темно-коричневого или розово-красного цвета. Вот нижняя картинка очень четко у нас показывает вот такой розовый-коричневый оттенок. Расположение чаще располагается на спине, нижних конечностях, волосистой части головы, грудной клетке, ягодицах, на половых органах. Поверхность Невоса чаще всего гладкая, но может быть и несколько приподнята. Бляшковидная, зернистая. И вот если мы с вами акцентируем внимание, опять же, на этом слайде, читая каждый из клинических критериев, которые мы здесь видим, мы с вами сразу вспомним о том, что из этих же всех клинических критериев мы с вами можем, каждый из этих критериев мы с вами можем отнести к картине ранней меланомы. И с чем мы с вами будем сравнивать? В зависимости от того, от анамнеза, так сказать, когда это возникло, в каком возрасте, как это развивалось и так далее, у нас есть несколько с вами точек приложения, с чем мы обязательно должны дифспластический Невос сравнить. Основной, скажем так, сопроводитель нашей всей жизни – это простой меланцитарный Невос, пограничный, смешанный, сложный, интердермальный. В принципе, это все вот эти перечисления, пограничный, смешанный, сложный, интердермальный – это история развития одного Невоса, который возникает в раннем детстве и потом претерпевает историю старения. Наиболее часто из всех пигментнообразующих образований кожи, если каждого человека на планете раздеть, то хотя бы один простой меланцитарный Невос у него будет. Скорее всего, в возрасте раннем детском это будет пограничный Невос, дальше он с элементами старения перейдет смешанный, потом сложный. И в конце, скажем так, этапа старения, уже в пожилом и старческом возрасте, мы с вами в большей степени увидим интердермальную форму простого меланцитарного Невоса. Видоизменяется как раз по мере старения организма. В детском возрасте он обычно плоский, цветной, различные оттенки коричневой окраски. После 30-35 лет, как правило, начинает увеличиваться и по площади, и высоту. Иногда начинает уплотняться и по форме напоминает такую папулу более телесного цвета, более плотную, чем предсуществующее образование. И визуально мы как раз отмечаем переход коричневого пятна в плотное объемное образование телесного цвета, иногда в виде тутовой ягоды. И вот с точки зрения, конечно, тутовой ягоды или бляшек, мы вряд ли с вами задумаемся о том, что у пациента есть диспластический Невос. Но вот на этапе как раз плоского образования, с теми же нечеткими контурами, иногда при травмах, когда находится в зонах, где повреждается, на спине, где-то в паховой области и так далее, когда часто повреждается, иногда бывает раневая поверхность рубцуется, и появляются такие спикулообразные выступы, возникшие в результате жизнедеятельности, так сказать, хозяина этого образования, но визуально напоминающие как раз вот эту нечеткость, вистончатость контуров. Различия в динамике развития. Простой Невос появляется в детстве, смешанный Невос, интертеридермальный Невос, фиброзный папул. Еще раз хочу повторить. Диспластический Невос появляется у лиц молодого и среднего возраста. Если вы видите в детстве, надо задуматься, что, возможно, это всего лишь простой меонтарный Невос. Длительно диспластический Невос может существовать без каких-либо изменений, а также нельзя не заметить тот факт, что диспластический Невос может с возрастом регрессировать. Это тоже факт. С чем еще мы с вами можем сравнить? Невос сатана, галлоневос. Визуальная картина вокруг пигментного пятна, пятна с течением времени начинает появляться такой допигментированный участок, белесоватый. Белесоватый за счет чего? За счет того, что пигментные клетки поглощаются иммунными клетками, за счет чего мы видим с вами отсутствие вот такой вот пигментации вокруг центра, и с ростом венчика уменьшается как раз пятно в центре до полного его исчезновения. Чаще всего локализуются на коже туловище, конечности, эпизодически могут возникать чувства сжения, распирания, зуд. Почему? Потому что, по сути, вот этот белый венчик – это элемент лимфоидной инфильтрации вокруг, за счет чего мы можем ощущать вот это чувство дискомфорта. Почему для нас это интересно? Потому что очень часто данное образование наивысатого вообще возникает у детей не раннего 5-10 лет, и ближе к 17 годам он как раз начинает вот так развиваться. Ближе к молодому возрасту 20-25 лет обычно это разрешается, и мы как раз переходим из вот этого состояния к этому. Практически исчезает клиническая картина. Но почему нас это затрагивает? Мы говорили с вами на слайде, упоминая про клиническую картину, о полихромии, изменении цвета и так далее. И очень часто пациенты обращают внимание на то, что у него изменяется цвет. И крайне часто клиницисты, которые не знают о наличии, так сказать, невоса сатана, принимают вот этот венчик депигментации. Насчет связанной депигментации, которая как раз характерна для диспластического невоса, не задумываясь о том, что, скорее всего, здесь именно доброкачественное образование невоса сатана. И в этом случае здесь вообще ничего не надо делать, никаких ножевых биопсий, надо немножечко подождать, и с течением времени иммунные клеточки, так сказать, поглотят пигментные клетки, на этом все закончится. Мало того, после того, как произойдет полное отсутствие пигментации в центре, пару загаров в течение времени, и на этом месте не будет ничего. Невоса рида чаще встречается у детей от 6 до 17 лет. И вот клиническая картина такая черная, с такими спикулообразными краями, что нас опять же заставляет задуматься о том, что, возможно, у пациента развивается как меланома, так и диспластический невос, локализуется на коже лица, шеи, груди. Мы говорили с вами, что диспластический невос крайне редко развивается на коже лица, чаще все-таки на волосистой части головы, а невоса рида, особенно у деток, развивается чаще всего именно на лице и шее, имеет единичный характер. Но мы с вами говорили, что и диспластический невос тоже может иметь спорадический характер. Визуальная картина пятна темно-коричневого цвета, либо выступающей над поверхностью кожи бляшки. Если вы потрогаете руками, при пальпации она будет такой мягкой эластичной консистенции, мы говорили, что и диспластические невосы тоже могут быть несколько такие выпуклые над поверхностью, но для невоса рида именно очень характерно, что он бывает такой бляшковидный. В большинстве случаев имеет более темный фистончатый край. На поверхности невоса можно увидеть розового цвета выступы папулы, выступы в виде лучей, и вот радиальная лучистость иногда, и выступы в виде лучей иногда являются клинической ошибкой, когда клиницисты воспринимают это именно в виде радиальной лучистости, уходя в сторону как раз меланомы, либо диспластического невоса, у кого на что фантазии хватит. Диаметр невоса обычно не превышает сантиметра. По периметру невоса определяется в большинстве случаев розовый венчик, опять же, который воспринимается чаще всего в сторону связанной депигментации. Ювенильный невос. Ну, мы с вами еще раз повторим, что диспластические невосы крайне редко развиваются в детском возрасте. Ювенильный невос именно встречается у детей. Клиническая картина визуально напоминает бляшку с розовато-красным оттенком коричневого цвета. Четкий контур, очень четкий. Но вот, если мы обратим внимание, здесь тоже есть некая такая нечеткость, фистончатость контура. И очень часто глянцевость образования за счет влажности кожи, молодой кожи, заставляет клиницистов, дерматологов уходить в сторону диспластического невоса, или в том числе и меланомы. Хотя мы помним с вами, что и диспластический невос, и меланомы у детей крайне редко встречаются. Хотя в последние годы количество их резко выросло в связи с миграцией населения в южные регионы и получением ультрафиолетового облучения, излучения, не характерного для нашего региона. При травме невоса возникает труп бурого окраса. Кожный рисунок на поверхности невоса сохранен практически всегда, и мы его очень четко определяем. А при диспластическом невосе очень часто мы его теряем, особенно когда эта дисплазия тяжелая. И в этом плане именно патоморфолог нам с вами поможет определиться, в какую сторону мы с вами уходим, в сторону меланомы или в сторону доброкачественного образования невоса Кларка. Чаще всего располагается на коже лица и крайне медленно растет. Мы с вами и вначале говорили про диспластические невосы, что они тоже могут длительно существовать без какой-либо динамики. И только в какой-то момент дисплазия начинает активно видоизменять клиническую картину. И в этом случае мы с вами видим уже какую-то отрицательную динамику. Пигментированный базальный клещный рак кожи. Верхняя картинка мы с вами видим классическую картину базальома. Я думаю, что ни один дерматолог или специалист-дерматолог не спутает эту картину с диспластическим невосом. Но вот внизу картинка для некоторых пациентов, прошу прощения, для некоторых клиницистов может вызывать какую-то сложность. Именно потому, что здесь присутствуют такие пигментные включения, которые заставят двигаться клинициста-дерматолога, хирурга. К сожалению, думаю, что это будет не специалист, потому что все-таки каждый профильный специалист, человек, который длительно занимается опухолями кожи, задумается о других критериях, которые характеризуют данную нозологию. Но, к сожалению, у нас очень много специалистов, занимающихся, непрофильных специалистов, занимающихся, к сожалению, опухолями кожи. При поверхностной форме визуально определяется как плоская розовато-коричневая периметра с вкраплениями сине-черного цвета, слегка шелушащиеся образования, с пальпаторно-воликообразным таким краем, не идти видно расположенными узелками по типу жемчужного жереля. И именно эта картина, вот эта жемчужинка, должна заставить двигаться именно в сторону базально-клеточного рака кожи. Но еще раз повторюсь, к сожалению, очень часто наличие вот этих вкраплений пигмента заставляет клиницистов двигаться в сторону диспластического невуса, либо меланомы. Клинические симптомы, малигнизация пигментных невусов, я думаю, что каждый из вас их уже сто раз знает, выучил, немножко их повторим. Исчезновение кожного рисунка на поверхности невуса. Как важно их помнить, знать и многократно повторять. Почему? Потому что очень часто я вижу на приеме, когда пациенты приходят после длительного наблюдения у дерматологов. Потому что дерматологи или хирурги, не видя вот таких ярких проявлений дисплазии, диспластического невуса, перехода их в меланому, к сожалению, не отправляют пациентов на экстезионную биопсию, исключение развития злокачественного образования кожи. Появление блестящей глянцевой поверхности невуса. Но мы с вами помним, что и диспластический невус может тоже обладать такой блестящей глянцевой поверхностью. Появление асимметрии фистончатости краев невуса. Опять же, для диспластического невуса характерна вот эта фистончатость, за счет чего он является такой отдельной нозологической формой. Горизонтальный рост невуса. Вот горизонтальный рост мы с вами должны помнить, что диспластический невус длительно не имеет никакой динамики. И вот как раз вот эта динамика заставить нас должна и хирургов, и дерматологов, и тем более профильных специалистов по онкодерматологии отправить данного пациента на экстезионную биопсию для исключения злокачественного образования кожи. Появление субъективного чувства жжения, зуда в области невуса, шелушение поверхности невуса, образование сухих корочек. Отсутствие или вводение тем более волосяного покрова. Но, к сожалению, у пациентов очень часто на фоне диспластического невуса и наличия волосяного покрова образование микроочага меланомы. И наши врачи, считая, что раз волосяной покров присутствует, значит это не злокачественное образование, не задумываются о том, что на фоне образования иногда бывают вот такие вот переходы в злокачественное образование. Частичное или полное изменение окраски невуса. Появление участков так называемой связанной депигментации. Но для диспластического невуса это тоже характерно. Вертикальный рост невуса над окружающими тканями. Изменение консистенции невуса, который мы с вами определим пальпаторно, под пальчиком определим какое-то уплотнение. Тем более изъявление эпидермиса, это уже поздний признак меланомы. Но даже это не заставляет нас задуматься о том, что у пациента все-таки происходит переход из тяжелой дисплазии уже в меланомо-инситу. Да, здесь уж тем более поздняя меланома. Явление воспаления в области невуса, в окружающих его тканях. Явление воспаления нельзя забывать о том, что когда изолировано вокруг невуса возникает воспаление, мы должны с вами задуматься о том, что у пациента развивается невусомерсона, а никак не меланома. Здесь опять же у нас дифференциальная диагностика с несколькими образованиями. Тем более мокнутие и кровоточивость пигментного образования. Согласно клиническим рекомендациям, Ассоциация онкологического сообщества России 2020 года рекомендуется для подтверждения диагноза, а также для составления дальнейшего плана обследования выполнения эксцезионной биопсии с отступом в пределах здоровых тканей до 5 мм. Рекомендуемый отступ от 1 до 3 мм. По разным литературным источникам для диспластического невуса рекомендуют около 1 мм. Если патоморфолог при гистологическом заключении ставит диагноз диспластический невус 1-2 степени тяжести дисплазии, если вдруг в край резекции есть R1 наличие клеток диспластического невуса, то повторные рексцизи не требуются. При постановке патоморфологом диагноза тяжелой степени дисплазии, в этом случае обязательно рексцизи с стремлением к позиции R0, когда в край резекции опухолевых клеток, по сути мы рассматриваем это как опухоль, нет. Основные причины ошибочной диагностики диспластического невуса на протяжении всего доклада мы об этом говорим. Значительная часть диспластических невусов может быть слабо пигментированными вариантами, с маловыраженными основными признаками. Здесь мы на слайде с вами видим достаточно светлое образование. Наше представление, что диспластические невусы должны быть темными, полихромными и так далее, а здесь мы это с вами не видим. Длительная анамнез, существование пигментного образования и малозаметные глазу пациента изменения обведут к отсутствию анамнестических данных, к сожалению. И опять же, непрофильные специалисты ориентируются только на анамнез, считая, что раз нет изменений, нет патологии. Низкий уровень клинической подготовки врачей первичного звена. Мы много-много раз будем говорить, что дерматонкология достаточно сложная как клиническая, так и патоморфологическая, нозологическая группа в онкологии. И ею должны заниматься все-таки именно специалисты. Для того, чтобы мы с вами не приходили к дальнейшим трудностям именно в лечении пациентов. Отсутствие опыта работы, знаний о меланоцитарных новообразованиях кожи, уязвимая локализация хроническая, травматизация новообразования, присоединение воспаления. Отсутствие гигиены, в конце концов, когда пациент приходит с какими-то элементами воспалительными. Как следствие, проявление клинически значимого гиперкератоза, который заставляет нас задуматься о том, что раз есть гиперкератоза, значит нет диспластического неуса. Попытки самолечения, когда пациент чистотелом, йодом себя лечит. Труднодоступная для дерматоскопа локализация. Вот здесь мы даже показали между пальчиками. К сожалению, отсутствие возможной дерматоскопии приводит к тому, что мы длительно наблюдаем данное образование. Низкий уровень владения дерматоскопической диагностикой. Аппаратура низкого качества, плохая профессиональная подготовка специалиста. К сожалению, у нас многие специалисты непрофильного звена, не являющиеся онкодерматологами. К сожалению, имея дерматоскоп, не имеют представления о том, какая клиническая картинка должна быть в окуляре их аппарата. Отсутствие морфологической верификации пигментного образования кожи. Как часто мы с вами видим, когда убирают пигментное новообразование кожи, не специалисты без морфологии. В итоге пациент лишается диагноза и дальнейшего наблюдения. А мы должны с вами понимать, что все новообразования кожи, которые относятся к той же тяжелой дисплазии диспластического невуса, то любой диагноз, как легкой, так и средней степени, при наличии диспластического невуса, пациент все-таки должен наблюдаться. Особенно, когда это спорадическая форма образования. Ошибки патоморфолога. К сожалению, недостаточная квалификация патоморфологов, маленький опыт общения с меланоцитарными новообразованиями, непрофильный, так сказать, уровень учреждения в плане диагностики патоморфологии меланоцитарных образований, как следствие этого, очень часто ложноположительный, либо ложноотрицательный диагноз. И, к сожалению, они приводят к планированию неправомочного, неадекватного состояния пациента лечения опухолей кожи. К сожалению. Благодарю за внимание.